МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то нам всем внушали, что многоэтажки – это будущее наших городов. Однако современные реалии показывают, что все меньше людей хочет жить в продуваемых всеми ветрами насквозь панельках. Все больше тех, кто мечтает о собственном жилье. Однако это только кажется, что обзавестись частным домом сейчас проще простого. Когда вроде бы тебе наперебой десятки проектно-строительных фирм предлагают свои услуги. И когда нас окружает сплошная реклама самых разнообразных стройматериалов. Но все не так-то просто. Это хорошо на собственном опыте узнал Владимир Яшурин. Получив второе высшее образование в Московском строительном университете, он занялся проектированием частных жилых домов. Однако, когда дело доходило до самого строительства, Владимир нередко сталкивался с целым рядом неприятных моментов, что и натолкнуло его на хорошую идею. Застройщики в какой-то момент начали пытаться экономить на строительстве объектов. А все это отражается на конечных покупателях, на жильцах. Мы попытались, со своей стороны, помочь и застройщикам, и, скажем так, жильцам, чтобы всем было хорошо и сплюсти золотую середину. Поэтому у нас родилась мысль попробовать сделать тот строительный материал, благодаря которому объекты будут строиться быстрее, качества страдать от этого не будет, и привлекательность тоже будет на высоком уровне. Поэтому у нас и возникла идея, которую мы очень долго вынашивали, мы несколько лет прорабатывали все это, разговаривали с технологами, поднимали историю вообще строительных материалов, и в итоге пришли вот к такому строительному материалу, как замковый лего-кирпич. Так и появилась на свет молодая современная компания, общество с ограниченной ответственностью «Рускирпич». Эта фирма вывела на рынок пока еще мало кому известный строиматериал – гиперпрессованный кирпич. Производителей пока еще достаточно мало. Мы проводили анализ в России таких производств, именно автоматизированных, ну, порядка, наверное, 10-15 может быть на всю Россию. Эти кирпичи называют не просто так кирпичи лего. Вот смотрите, благодаря вот таким вот шипам один кирпич легко ставится на другой, фиксируется, и таким образом он фактически собирается, как тот самый детский конструктор лего, и, как говорят производители этого кирпича, даже непрофессионал может вполне легко с такими управиться. О том, как непрофессионалы могут без особых проблем выкладывать лего-кирпич, о том, как производится этот необычный строиматериал, нам рассказал человек, которого тоже зовут Владимир Ешурин. Да-да, это не совпадение. Он отец учредителя и генерального директора предприятия. Такова традиция – называть сына Владимиром. И получается, что русский кирпич – это фамильный бизнес. Как именно он работает, как получается тот самый лего-кирпич, Ешурин-старший рассказал нам, проведя экскурсию по заводу. На сегодняшний день, так как мы только развиваемся, у нас в наличии две линии, совершенно автономные, которые работают в параллель. Вот эта вот линия, которую вы видите, изготавливает за один цикл два кирпича, но приходится цикл весь выполнять вручную. Вот эта линия наполовину автоматизирована, она контролирует, как геометрию кирпича по высоте. И весь цикл происходит автоматически. Оператор лишь только активирует начало цикла. Особенность замкового лего-кирпича – в очень строгих требованиях к размерам. Подробности нам визу тайки рассказал управляющий производства. Перед началом работы станок калибруется, потому что сам смысл замкового кирпича в очень малых допусках по высоте. Именно поэтому он является, скажем так, ноу-хау, последним словом, обрисовочных материалов. И он уже позиционируется, в общем-то, как искусственный камень. Как я сказал ранее, станок в начале работы калибруется, чтобы он автоматически, скажем так, выдерживал габариты по высоте, геометрию. И после этого периодически происходит контроль. Если мы уверены в стабильности нашего оборудования, ну, где-то каждый десятый кирпич мы измеряем. Далее запускается непосредственно производственный процесс. Как и положено, он начинается с загрузки на линию исходного сырья. Сырье состоит из мягких и твердых фракций, которые смешиваются в смесителях в определенных пропорциях. Добавляется цемент, краситель. Мы сейчас наблюдаем, как готовое сырье из смесителя ленты подается в бункер прессового оборудования. После чего начнется уже непосредственно изготовление продукции. Похоже на глину. Это известняковые отсевы в перемешку с твердыми фракциями сырья, цемент и пигмент, слегка увлажненные. Размеры нужной фракции не превышают полмиллиметра. Из наполнителя и высококачественного цемента готовится смесь, в которую для придания нужного цвета добавляется пигмент. Дозатор засыпает сырье в матрицу, и оператор верхним прессом производит прессование. Порядка 37-40 тонн. Вот вышли два изделия. Они снимаются со станка и отправляются для пропарки в парокамеру, где в дальнейшем в течение 10 часов кирпич пропаривается горячим паром для ускорения процесса, полимеризации. При этом, чтобы добиться максимальной плотности структуры лего-кирпича, применяется так называемая когезия – холодная сварка. В результате частицы соединяются между собой на молекулярном уровне. И получается материал по своим характеристикам вполне споставимый с натуральным камнем. Как вы видите, на предприятии «Русский кирпич» две линии. Одна из них автоматическая, где от человека нужно совсем немного. Вот здесь вы видите полуавтоматический пресс. Вот видите, активация только начала процесса. Дальше пресс выполняет все функции прессования в автоматическом режиме. В том числе и контроль геометрии по высоте. То есть здесь оператор уже гидрораспределителем вручную не работает. Ну, в принципе, предусмотрен и ручной режим. Но он используется только при калибровке и отладке пресса. Рабочий режим автоматический. Вот пресс начал цикл прессования сам в автомате. Здесь порядка 30 тонн на кирпич идет. Контроль давления. Вот выходит готовый продукт. И хотя вроде как вкалывают роботы, а не человек, параметры выпускаемой продукции тщательно измеряются. Причем счет идет в прямом смысле слова на десятые доли миллиметра. Ведь лего-кирпич в России, хотя и является новым продуктом, но на него уже разработаны и утверждены все необходимые ГОСТы и СНИПы. По своим характеристикам наш производимый материал строительный, то, что на одном уровне, он выигрывает в несколько раз. В отличие от керамического кирпича, где, опять же, по ГОСТам есть погрешность в нескольких миллиметров, что приходится нивелировать. Замковый кирпич, он предполагает очень малой допуска. На нашем производстве, если уход геометрии по высоте, принятый размер 65 миллиметров по высоте. Если уход, это мы для себя так, в общем-то, решили, до полумиллиметра в одну сторону, мы считаем это браком. И вот этот тщательный обдув рабочего места, чистота так важна? Она важна для того, чтобы не было прилипания сырья при прессовании. Для этого матрица и пуансоны должны быть чистыми. Как только мы наблюдаем прилипание сырья к пуансонам, техника обрабатывается особым раствором. Такое строгое отношение к организации производственного процесса позволяет получить продукцию высочайшего качества, которая явно выделяется на фоне привычного устроя материала. Достаточно сказать, что у глиняного или силикатного кирпича есть такая проблема, как рыхлость структуры. То есть при сильном дожде они могут набрать излишнюю влагу, что впоследствии приведет к ускоренному разрушению. Он может отслаиваться. На нем могут появляться потеки, высолы за счет того, что, опять же, любому застройщику нужно объект сдать максимально быстро. Поэтому в холодное время года при использовании присадок, которые добавляют смен, появляются вот эти белые потеки на зданиях, которые явно не добавляют привлекательности объекта. Гиперпрессованный кирпич благодаря прочной и плотной структуре решает эту проблему. И вообще его водопоглощение не превышает 5%. Он не накапливает влагу. В результате стены дома сложны из такого материала. Можно хоть и шлангом мыть. Мы проводили испытания, постоянно все это проверяем. И по морозостойкости, и по прочности, и по своим функциональным возможностям наш материал выигрывает. Что касается клинкерного кирпича, он в разы дороже. Но при этом по своим характеристикам, не буду хвастаться, но наш материал, опять же, лучше. Достаточно сказать, что морозостойкость гиперпрессованного кирпича составляет от 200 до 300 циклов сезонных перепадов температур. Это чуть меньше, чем у клинкера, но зато значительно больше, чем у любого другого вида искусственного камня. Есть и другие серьезные преимущества у лего-кирпича. Если мы берем прокладку коммуникаций, в нашем кирпиче можно сразу запроектировать, прокладывать коммуникации скрыто. На это не нужно ни тратить время дополнительно. Они будут все закрыты. Будет понимание, где и как они расположены. То есть сразу запроектировать отверстия, по которым проводить коммуникации? Сразу запроектировать, где будут проходить коммуникации, потому что в нашем кирпиче отверстия уже предусмотрены, как вертикальные, так и горизонтальные. Что позволяет, опять же, увеличить функционал для того, что можно теплые стены в помещениях делать. И помещение будет безрадиаторно отапливаться. Что является, опять же, несомненным визуальным плюсом. Важнейшим плюсом лего-кирпича являются его декоративные возможности. Во-первых, цвет. Это вам не силикатный кирпич, который, конечно, можно покрасить, но затем с ведром и кистью придется работать снова и снова. Здесь же цвет остается неизменным. Причем выбор палитры практически ничем не ограничен. Имея базовые цвета, которые выпускает наш предприятие, выпускающие пигменты для камня, для бетона, мы, в принципе, варьируем и можем выполнить любой заказ по цветовой гамме. Руст. Уже многие столетия он является классическим архитектурным приемом, который применяют для украшения здания. Руст – это имитация отделки грубым камнем. В России его чаще всего воспроизводят при помощи штукатурки. Красиво, но недолговечно. Особенно в условиях Тверской области. Гиперпрессованный кирпич – отличная альтернатива. Для производства кирпича с такой поверхностью применяется специальное оборудование. Гидравлический колонн. Кладется кирпич. Вот так раскалывается. Получается вот такая фактура. Кстати, вот эту плитку тоже можно использовать как отделочный материал. Если у вас есть загородный участок, то из лего-кирпича на нем можно выстроить практически все. От самого дома до любых декоративных элементов. Вариантов использования такого кирпича очень много. Это не только выколотка непосредственно стен домов. Например, можно изготавливать вот столбы для ограды. Можно изготавливать беседки. Можно изготавливать беседки, в которых размещают мангалы. И многое-многое-многое другое. Собственно, вариантов очень много действительно. Как мы уже говорили, важным плюсом использования лего-кирпича является простота укладки. Работать с ним можно довольно быстро научиться, даже не имея никакого опыта в профессии каменщика. За моей спиной вы видите вот стену, которую собирал человек, который, ну, занимался, видимо, первый или второй раз в жизни. Она вообще собрана как бы как конструктор лего. И рисунок, кстати, он же придумал. Мы его называем скандинавский джемпер. Вот. Стена собрана просто как конструктор лего, вставлена на композитную арматур и залита раствором. То есть мы видим, что внутри стены, стена сама стоит на так называемых импровизированных бетонных стержнях. И поэтому между кирпичом, в общем-то, если человек строит забор, беседку, и герметичность вкладки ему не принципиально, можно идти по этой технологии. Просто сложить интересующий вас рисунок или цвет. Причем утром переложить все это по-другому. В конце ставить арматуру, залить. Все. Через месяц ее уже, так сказать, свернуть очень сложно будет. Сломать. Скажите, а используется обычный раствор, который мы все привыкли использовать при выкладке обычных стен? Нет. Это можно, конечно, использовать. Но зачем это делать? Вообще классическая схема, классическая технология. Этот кирпич кладется на обычный клей для керамогранита. Морозостойкий для наружного применения. Это лучше, чем если готовить раствор, привычный нам. Это технологичнее, это экономнее, это быстрее. И все это не в ущерб качеству. Отмечает Ешурин-старший, но доказательство на деле, демонстрируя надежность такого армирования замкового лежа кирпича, используя свой автомобиль. Это говорит о качестве этого кирпича, о прочности кладки, о возможностях этого кирпича. Я не буду делать тайны, конечно, внутри армированный залит бетоном. Это вот к тому, как вот прочность стены. Пожалуйста, наезжаем автомобилем, все целое. Конечно, такой кирпич стоит подороже всем нам привычного сермяжного силикатного кирпича, белого. Но надо учитывать всю экономику строительства, а не только стоимость кирпича. Вот смотрите, дом выложен для стихи кирпичей. Это уже означает, что вам больше не нужно тратиться, кроме выкладывания самих стен, еще на штукатуру, на маляров, чтобы эту штукатурку покрасить. Никакая штукатурка просто так не оставляется. А кроме того, в нашем тверском климате любая штукатурка, нуждаясь в обновлении, 5, максимум 7 лет она начинает отваливаться, и все заново. Опять нанимая бригаду штукатуров, а это профессионалы, если вы хотите, чтобы штукатурка легла ровно. Опять нанимая бригаду маляров, и так по кругу, так по кругу. А здесь, выложив один раз дом из такого кирпича, вы больше на все это не будете тратиться. И при этом выглядеть он будет очень даже эстетично. Это хорошо понимают все больше как частных лиц, так и строительных фирм. Они осознают, использование замкового лего-кирпича – это оптимальное сочетание цены, качества и скорости ведения работы. Последнее в строительном бизнесе имеет очень большое значение. Сейчас введена политика из фронт-счетов, благодаря которым застройщик получает деньги за данный объект уже по факту ввода в эксплуатацию. Поэтому застройщику как никогда выгоднее быстрее построить объект. Что касается примеров, я возьму последний наш пример – постройки двухэтажного дома. Бригада из четырех человек, два из которых каменщики и два подмастерия, дом полностью с нуля, с фундамента, возвели за месяц под крышу. Поэтому, ну, порядка 30-40% мы выигрываем в скорости строительства. Что говорить про экономику строительства? В целокупности, если брать, порядка 15-20% экономичных получается строительства. Без потери качества, опять же. При этом, для удобства клиентов, компания «Русский рпич» создала сайт, где можно не только получить всю необходимую информацию о продукции, но и рассчитать количество кирпича, необходимое для строительства того или иного объекта. Тех, кто привык к более классическому стилю работы, ждут профессиональные менеджеры, которые также готовы либо по телефону, либо лично дать полную консультацию заказчикам. У нас есть проектный офис, который может помочь рассчитать и количество кирпича, и нагрузку, и подсказать, какой фундамент лучше сделать под наш кирпич. В случае необходимости наши специалисты всегда готовы выехать и показать услуги по шеф-монтажу. И даже наши бригады готовы подключиться к тому, чтобы научить, показать и помочь возвести издание строительства. Популярность лего-кирпича стремительно растет. Причем среди заказчиков не только частники, которые сами себе возводят дома, но и статусные клиенты, имеющие всероссийскую известность. С прошлого года мы начали поставлять кирпич на строительство частных домов. Сейчас мы заключаем контракты уже с крупными застройщиками во Владимирской области, компанией Доброград. Мы с ними заключаем договор на поставку жилых комплексов. Это тот самый жилый комплекс Доброград, который строит основатель Осколы, да? Да, все верно. Известно всю страну. Им очень понравились те решения, которые мы им представили визуально. Им понравились технические решения, которые можно воплотить в жизнь с помощью нашего материала. И, что немаловажно, им понравилась именно экономическая составляющая, как стоимость единицы продукции, так и вся затратная часть при строительстве объекта. Неудивительно, что приток клиентов стимулирует думать об увеличении объема выпуска продукции, о расширении производственных площадей. Мы готовы увеличить до 10-15 тысяч. Это достаточно несложно сделать при том объеме производства, который у нас есть сейчас. Естественно, мы думаем о том, чтобы линии увеличивать, объем производства тоже увеличивать. Потому что, как мы уже с вами говорили о том, что объем интересующихся и заказчиков у нас, несомненно, растет. Естественно, в планах по производству привести все в порядок. Поставить еще как раз, мы готовим место под дополнительные линии. Потому что понимаем, что объемы растут, и нужно будет увеличивать производство. Стены будут все приведены в порядок, само собой. Дополнительно будет еще в планах построено рядом здание, которое тоже будет способствовать развитию. Сейчас мы готовим дополнительные площадки под хранение. Строительный сезон стремительно набирает ход. В компании «Русский рпич» отмечают, что их продукция не успевает залеживаться. И заказчики уже успели, что называется, протоптать дорогу. По адресу город Тверь, Московский район, улица Бочкина, дом 27. Или позвонив по телефону 8 920 155 17 16. 8 926 422 99 39. Ну или посетив сайт компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин